Селекционный проект, который сделан совместно с нашими партнерами из Центра Единственного образования Семени Роспотребнадзора, 5 шагов здоровья. И сейчас у нас четвертая лекция, 5 шагов пищевой безопасности от Александра Александровича Гравилиева. Так, ну, спасибо. Всем здравствуйте. В общем-то, эту лекцию, эту тему я уже читал в музее летом, но я ее немножечко расширил, добавил всяких побольше страшилок и опасностей, чтобы подробнее об этом рассказать. Но принципы профилактики, они остаются все теми же самыми. И те из вас, кто уже видел этот материал, мы просто еще раз повторим 5 основных критических точек, 5 основных правил, которые каждый из нас должен соблюдать, чтобы обезопасить себя и своих близких от пищевых разных угроз. Ну, а те, кто видит это впервые, пожалуйста, давайте еще раз обратимся. Главная проблема, которую сегодня специалисты общественного здравоохранения наблюдают в области пищевой безопасности, это, конечно же, недостаточный уровень образованности среди населения относительно реальных опасностей, которые происходят от пищевых продуктов. Мы очень волнуемся о том, что в продуктах есть какие-то загрязнители, страшные ешки, наименования, ГМО и прочее, при этом не до конца понимая, что там действительно может присутствовать, а чего действительно опасаться не стоит. Но при этом допускаем постоянно элементарные нарушения гигиены дома во время приготовления пищи, при приобретении продуктов. И вот, чтобы не делать так, я предлагаю вспомнить вообще, какие бывают опасности, риски в области обращения пищевых продуктов. Риски эти специалисты делят на три большие группы. Это риски физического характера, химического и биологического. Ну, самый, наверное, простой и прозаичный пример рисков механического характера – это инородные разные предметы в готовых блюдах. Или не только в готовых. Это рассматривается как действительно серьезный риск здоровью. И любое пищевое производство и любое предприятие общественного питания в нашей стране обязано на уровне санитарного законодательства систематически предпринимать мероприятия по устранению подобных рисков. И если вы, допустим, в готовой продукции или в продуктах, которые приобретаете в магазине, находите посторонние инородные предметы, это совершенно справедливый повод обратиться с жалобой, в том числе в надзорные органы, в управление Роспотребнадзора, чтобы найти причину и, скажем так, чтобы это больше не повторялось. Вне зависимости, на самом деле, от того, насколько там эта опасность могла быть незначительной, маленький болтик или кусочек маленьких стекла, все равно это очень опасно. Второй достаточно большой группой загрязнителей и опасностей для пищевых продуктов являются ксенобиотики или химические соединения. В общем-то, химическое загрязнение для пищевых продуктов сегодня чаще всего это нарушение непосредственно технологии производства или нарушение условий хранения или неправильное обращение с химикатами у себя дома. То есть, может возникнуть такая ситуация, что мы неправильно храним ту же бытовую химию рядом с пищевыми продуктами и таким образом возникает ситуация перекрестного загрязнения. Или же мы выращиваем продукты в каком-то месте, где идет постоянное загрязнение химическими соединениями. Чаще всего специалистов интересует содержание свинца, ртути, кадмия и мышьяка. И все эти химические соединения, они высоко токсичны, к сожалению, способны накапливаться, особенно при длительном поступлении такой загрязненной пищевой продукции, при ее длительном употреблении в течение определенного отрезка жизни. Эти вещества могут накапливаться в виде различных соединений в организме, вызывать серьезные нарушения и патологии органов, в том числе оказывать мутагенное и канцерогенное воздействие, то есть приводить к мутациям или способствовать развитию онкологических заболеваний. Вот еще один пример химической опасности – это агрохимикаты и пестициды. В общем-то, надо сказать, что пестициды и агрохимикаты – это давно используемые людьми химические соединения. Пестициды, главным образом, используются для увеличения объема урожайности и упрощения сбора этого урожая. Агрохимикаты используются в основном как дополнительный источник питательных веществ, то есть ускоряют рост и развитие растений. В общем-то, нужно понимать, что сегодня решить глобальную проблему голода и вообще доступности пищевых продуктов без этих высокотехнологичных изобретений человечества, то есть без пестицидов и агрохимикатов, ну, наверное, невозможно, потому что нас на планете уже свыше 7 миллиардов, и, грубо говоря, прокормить будет невозможно даже малую часть человечества, если мы вновь вернемся к каким-то естественным технологиям. Тем более, что известны они нам давно, давно изучены, изучена их и потенциальная опасность, и способы их нормирования. Поэтому на государственном уровне этой проблемы не стоит у нас. Мы очень хорошо контролируем содержание пестицидов в пищевых продуктах. Более того, в связи с последние годы мы даже начали специально мониторировать содержание незаявленных пестицидов, то есть при, особенно в импортной продукции, когда в документах производитель, импортер даже не указывает их... Продолжение следует... ...химических анализов. Ну, такие дозиметры, по факту, они измеряют только электропроводность, что, конечно, не соответствует... Ну, то есть, что не отражает вот этого риска, присутствие этого риска или отсутствие этого риска. Поэтому, в общем-то, оно бесполезно во многом. Еще один такой интересный пример химической опасности содержания акриламида, который, в общем-то, представляет собой сильный канцероген и образуется при высокотемпературной кулинарной обработке, особенно при жарении, выпекании, с использованием фритюра. И чтобы он образовывался, пища должна содержать высокое количество углеводов, особенно, там, крахмалистых соединений, модифицированного крахмала, зерновые сюда относятся, картофель. И если мы постоянно злоупотребляем в нашем рационе питания подобными продуктами, то мы увеличиваем вот эту нагрузку акриламида. Если мы неправильно пользуемся фритюрной установкой в домашних условиях, ну, на пищеблоках за фритюрными установками установлен строгий контроль, существуют отдельные журналы. А если мы используем, например, фритюрницу у себя дома, то мы должны понимать, что нельзя использовать вот это масло постоянно одно и то же без замены. Необходим тщательный контроль после каждой жарки, оценивать, насколько оно вообще дальнейше пригодно для пищи. Ну и, конечно, не злоупотреблять этим жарением. Вот еще один интересный пример химической опасности – микотоксины, которые способны вызывать микотоксикозы. И в истории известен ряд интересных таких примеров поражения даже целых поселений. Микотоксины – это продукты, вторичные метаболиты, которые образуют микроскопические грибки, плесени, которые паразитируют на разных растениях, например, на кукурузе, зерновых, соевых, бобовых, орехах, на кофе и другом сырье, если оно хранится неправильно. Самая благоприятная для них среда – это теплые и влажные условия. И тогда мы можем наблюдать объективно на складах, вот в этих всех, на мешках, где оно там все это хранится, что даже видимым образом уже прорастают эти плесневые островки. Известные истории, когда целые селения были заражены при употреблении испорченного мука, испорченное зерно, которое прорастает с пареньей, и при употреблении этого хлеба люди систематически, это даже может быть не сразу, но это нужно наесть, скажем так, к определенную токсическую дозу, люди впадали в разного рода состояния. Блаженство святого Антония, по-моему, называется, еще по-другому называли ведьмина корча. Есть разные проявления с образованием нарывов на теле, жутких конвульсиях. Ну, вот это такая классическая картина средневекового отравления микотоксинами. Кроме того, микотоксины могут попадать с кормами в организм продуктивных животных, и, например, содержание такого токсина, как афлотоксин М1, оно контролируется в молоке. Корова, если она употребляет зараженные корма, она тоже может стать источником химического отравления. Еще один интересный пример – маринотоксины, источником которых являются морепродукты, которые содержат токсичные соединения. И, наверное, вы все слышали про такую самую опасную в кулинарном смысле рыбу-фугу, которая содержит один из сильнейших нейропаралитических токсинов, вплоть до того, что в Японии, где это является таким национальным аттракционом, я бы сказал, гастрономическим, все повара получают специальную аккредитацию для того, чтобы правильно готовить рыбу-фугу. А во многих ресторанах гостям предлагают подписать информированное добровольное согласие на то, что он может себя почувствовать плохо и должен немедленно обратиться за медицинской помощью. И в домашних условиях, например, правильно приготовить эту рыбу почти не представляется возможным без специальных навыков. Также, ну, больше к нашим реалиям. Все-таки фугу – это такой деликатес. В наших реалиях мы опасаемся встретить скомбротоксин, который представляет собой сумму вазоактивных аминов соединения азота, которые образуются в некоторых видах рыб, таких, например, как тунец, кумбрия, сардины, лосось и сельдь, если они неправильно хранились. То есть при неправильном хранении происходит рост определенных бактерий, которые преобразовывают вот этот гистидин, и возникает такое, повышается количество гистамина. При этом даже если мы что-нибудь потом сделаем с этой рыбой, попробуем ее заборозить или закопчить, не получится ничего сделать, придется все это выбрасывать. Есть продукты, которые становятся ядовитыми только при определенных условиях. То есть, когда мы говорим просто о ядовитых продуктах, например, как ядовитые грибы, то тут все понятно. Но есть продукты, которые вроде бы давным-давно используются в пищу, но они становятся ядовитыми только при определенных условиях. И пример – это плохо обработанная красная фасоль, в которой есть небольшое количество фазина, и если мы не вымачиваем красную фасоль и не вывариваем ее хорошо, существует такая опасность отравиться этим соединением. Также это может быть в промышленности, если мы используем фасолевую муку или концентраты, нужно хорошо термически просто обработать эти бобы. Ну и интересный такой, даже я бы сказал, художественный случай. Наверное, все вы смотрели или, может быть, читали произведение Демарье «Птицы» или фильм Хичхока «Птицы». Вот по сюжету фильма «Птицы» внезапно начали нападать на людей, и вокруг этого строится весь сюжет этого ужастика. Как бы, если попытаться объяснить произошедшее, то вот по книге считается, что птицы наелись морепродуктов, ну, всяких там мидий, устриц и ракообразных, в тот период времени, когда… Обычно это теплый период времени, когда эти морепродукты опасны для употребления, накапливают в себе определенные дозы токсических соединений. Откуда же они там берутся? Ну, дело в том, что сами эти морепродукты, да, эти морские создания, они питаются микроскопическими водорослями, которые вот в этот период времени, их метаболизм накапливает ряд соединений, и вот в такой сложной биохимической трансформации пищевой цепочки мы получаем небезопасные к употреблению морепродукты. Поэтому существуют определенные правила по выращиванию, искусственному выращиванию этих морепродуктов на специальных фермах, и запрет на сбор этих морепродуктов в определенное время года. Есть еще, например, несколько примеров, да, это тоже более известный, там, понятный нам. Все, наверное, могли видеть зеленоватый такой картофель. Ну, может быть, какой-то участочек на картофельне зеленый, а может быть, и вся картофельно-зеленая, как вот здесь, например. Это признак высокого содержания солонина, такого токсического вещества. Особенно если картофель неправильно хранили в тепле и на свету, синтез солонина, он может очень существенно увеличиваться. Также эта опасность, ну, как бы, она присутствует в баклажанах, и концентрация солонина возрастает, как бы, по мере созревания. То есть, чем баклажан более зрелый, тем он более опасен в отношении солонина. Ну, здесь какая очень простая профилактика, не использовать в пищу незрелый картофель зеленый, да, он должен созревать, отрезать вот эти зеленые участки, ну, или как минимум воздержаться от приобретения подобной продукции, вываривать хорошо. Хорошо. Существовало такое мнение, что вот зеленые помидоры незрелые, они тоже вот все богаты этим солонином, но на самом деле там такой дальний родственник солонина, томатин, который химически очень похож, но у него его токсичность намного, намного меньше, чем у солонина, поэтому, в общем-то, зеленые помидоры тоже можно употреблять в пищу. Вообще общее правило такое. Все зависит от того, для кого мы готовим, да, кто является, как бы, потребителем блюд и продуктов. В вопросах пищевой безопасности наибольший риск и наибольшее волнение всегда мы относим к маленьким детям до 5 лет и людям пожилого возраста, и старшего возраста. У маленьких детей еще не до конца сформированы механизмы защиты против пищевых отравлений разной природой и против микробов, ну, а у пожилых людей эти механизмы защитные, они уже претерпевают деградацию. Поэтому тяжелее всего пищевые отравления любой природы, и химической, и бактериальной, проходят у маленьких детей и пожилых. Ну, давайте теперь скажем немножечко о пищевых инфекциях. Да, биологический фактор, мы переходим к биологическому фактору. Есть ряд инфекционных заболеваний, которые связаны напрямую с употреблением загрязненных пищевых продуктов, где продукты, питание, вода и дальнейшие контакты с заболевшими являются основными факторами, путями передачи. Все эти болезни отличает высочайшая вирулентность, то есть высокая способность заражать. Инфицирующая доза может быть буквально 2-3 микробные клетки. Конечно, ну обычно, когда мы говорим о каких-то инфекциях, чтобы заразить или вызвать какой-то патологический процесс, микробам нужна какая-то критическая масса, и она может измеряться сотнями и тысячами живых микробных тел. В случае с такими инфекциями, как, например, холера или дизентерия бактериальная, количество этих вот самых живых микробных тел, оно вообще существенно минимально. 3, 5, 6, ну максимум 500 клеток. Примером, хотя хотел рассказать такой пример интересный. Все вы, наверное, знаете, что, ну сегодня это уже является вообще известным, что холера передается загрязненной водой, но это было не всегда так. Так, был такой неврач, математик Джон Сноу, однофамилец извешенного персонажа, и он расследовал причину возникновения эпидемии холеры в Лондоне, и он, в общем-то, был таким первооткрывателем эпидемиологического метода, не будучи даже врачом, он использовал метод картографии, он взял, скажем так, и нарисовал на карте, отметил квартиры тех людей, квартиры тех людей, которые заразились холерой за какой-то небольшой промежуток времени. А в то время, в общем-то, считалось, что холера передается по воздуху, и никто не рассматривал пищевой путь, ну водный путь, никто не рассматривал. Он обратил внимание, что посреди холерного очага, то есть посреди района, в котором очень много зараженных, есть некое место, где проживают люди и квартиры, в которых нет ни одного больного. И когда он начал выяснять, то есть это вот первые такие эпидемиологические гипотезы были с его стороны, а в чем могла быть причина, выяснилось, что все эти квартиры, все эти помещения принадлежали работникам пивоваренного завода. И в то время, как весь город и все заболевшие пользовались городской системой колодцев и черпали оттуда воду, которая, скорее, ну, конечно же, она была загрязнена сточными водами, и так инфекция передавалась в городе, вот эти работники, они не пользовались или, скажем так, почти не пользовались водой из городских систем водоснабжения, а использовали воду, которую получали на этом пивоваренном заводе, который стоял на глубокой артезианской скважине. То есть, чтобы варить пиво, использовалась вода не из городских систем водоснабжения, а своя автономная система. Так он предположил, и, кстати, был сначала осмеян, что холера передается не через воздух загрязненный, а через воду. Существует еще ряд других биологических угроз, такие как пищевые отравления и бактериальные токсикозы. Главным отличием здесь является то, что причина, по которой человек испытывает недомогание, не в том, что он заразился каким-то инфекционным агентом, а в том, что он употребил некое количество яда, который был спродуцирован этим инфекционным агентом. И интенсивность накапливания этого яда в продукте, она зависит от многих факторов, от температуры, от наличия доступа кислорода, от композиции блюда и так далее. Всегда в случае с пищевым отравлением, надо сказать, и химической, и биологической природы, всегда есть виновный продукт. То есть пострадали только те, кто употреблял этот продукт в пищу. Друг другу пищевое отравление человек не передает, потому что это не инфекция. Вот здесь на слайде вы видите внизу две таких фотографии. Это одно из достаточно грозных заболеваний. Ну, конкретно справа это заболевание, а слева известная всем вам косметическая процедура. Речь идет, конечно же, о ботулотоксине, который сегодня используется в том числе и в косметологии, но в пищевой промышленности мы как раз-таки опасаемся его возникновения. Дело в том, что ботулотоксин – это один из самых сильнейших биологических ядов, которые известны человечеству. Его продуцирует микроскопическая бактерия кластридия, которая, в общем-то, нормально присутствует, спокойно существует во внешней среде, в почве. Но если она попадает в питательную среду и оказывается в условиях без доступа кислорода, а это прекрасно возникает, например, в консервированных продуктах, то она начинает продуцировать этот токсин, который, в общем-то, потом не разрушается ни после термической обработки, ни каким иным способом. И если человек употребит такой уже отравленный продукт, то через некоторое время он себя почувствует плохо, у него начнется паралич мимической мускулатуры, и все может закончиться очень нехорошо, потому что идет тотальная остановка дыхания. Еще один пример универсального такого микроорганизма, который, наверное, с которым чаще всего мы сталкиваемся в подседневности, и чаще всего он может быть причиной пищевого отравления или недомогания, или даже иногда становиться причиной самой настоящей инфекции, когда больной человек заразен для окружающих. Это кишечная палочка. Вообще, это нормальный, как бы, житель нашей микрофлоры. Она живет и у нас в кишечнике, и на наших руках, на коже. Нормально присутствует, так скажем, да, существует совместно с нами и с другими животными. Но, конечно, ее огромное количество, ее накапливается в выделениях человеческого тела. И, в общем-то, с точки зрения санитарии, она является таким показательным микроорганизмом. Когда нам, санитарным врачам, нужно понять, что на пищеблоке или на кухне грязно, мы можем сделать специальные бактериологические смывы с поверхностей, посеять на специальную среду. И если на ней вырастет большое количество этих самых кишечных палочек, мы тем самым однозначно заявляем о том, что на этой кухне, на этом пищеблоке грязно. Притом не просто грязно, а здесь присутствует дополнительное фекальное загрязнение. Что, как бы, в чем состоит опасность? В том, что если эти, значит, кишечные палочки, они успеют размножиться в пищевых продуктах до каких-то критических пределов, а в общем-то, ну, мы понимаем, что продукты и блюда, они не стерильные, продукты и блюда портятся как раз-таки под воздействием микроорганизмов, и если создать им определенные условия и дать им достаточное времени, они начинают интенсивно размножаться, образовывая разного рода продукты жизнедеятельности своей, которые токсичны для человека. И таким образом вот этот испорченный продукт, он становится опасным. Но многие такие случаи, они возникают по причине того, что прежде чем продукт начинает портиться визуально, то есть у него изменяется и вкус, и запах, и цвет, количество токсина уже может быть настолько велико, что мы, даже употребив этот продукт и не заметив никакого подвоха, мы употребим вот это некое количество яда, и тем самым фактически вызовем у себя пищевое отравление. Вот для всего этого, для того, чтобы себя обезопасить в том смысле, насколько мы каждый из нас сами можем это сделать, без фанатизма, ну, так скажем, по всем правилам медицинской профилактики, международная организация, ФАО ВОЗ, да, она предложила такой международный день, День безопасности пищевых продуктов. Он справляется каждый год 7 июня для того, чтобы информировать всех о принципах безопасности пищевых продуктов. И специалисты Медицинского сообщества мира предложило 5 простых правил, 5 шагов, 5 ключей к повышению безопасности пищевых продуктов, в том числе и у себя дома. И она включает в себя 5 вот этих правил, чистота, поточность, разогрев, хранение сырье. Ну, давайте же посмотрим, что из себя представляют эти правила. Ну, во-первых, мы должны понимать, что кухня – это место повышенного бактериального загрязнения. Поэтому мы при контакте с продуктами питания, при работе на кухне, мы должны соблюдать чистоту, поддерживать вот это место, место, где происходит приготовление, где мы храним продукты в чистоте. Главным образом, конечно же, мы все с детства знаем, что необходимо мыть руки. Мыть руки необходимо как перед тем, как садиться за стол, так и перед тем, как мы начинаем готовить. Особенно, если мы готовим не только себе, но еще нашим родным, близким или какому-то неопределенному кругу лиц. Все знают, что золотое правило повара – это коротко подстриженные ногти, отсутствие ювелирных украшений, именно по причине того, чтобы руки повара всегда были чистые и не могли загрязнить. Ну, в домашних условиях, конечно, может быть, это не требует такого большого внимания, но обязательно нужно приучать себя и своих близких детей мыть руки перед едой и перед тем, как начать готовить. И если вы готовите, допустим, трогаете руками какие-то сырые продукты, которые потом еще пойдут в термическую обработку, после того, как вы с ними поработали, нужно еще раз помыть руки хотя бы просто чистой водой, чтобы работать с сырыми продуктами, которые вы будете есть сырыми, чтобы не произошло вот этого перекрестного загрязнения. Но это я чуть забегаю вперед, это второй принцип. Еще одним важным фактором является защита своей кухни от грызунов, насекомых и домашних животных. В общем-то, сегодня считается, что даже домашние животные могут быть фактором, источником передачи разного рода микроорганизмов, в том числе перекрестного загрязнения, поэтому кухню мы должны все-таки от них изолировать настолько, насколько это возможно. Я уж не говорю про привычных нам всех синантропных крыс, тараканов, мух и так далее. Они действительно являются одним из сильнейших факторов передачи микробов. Второй принцип, принцип поточности, то есть, скажем так, отделение потоков сырых продуктов, которые еще будут обеззараживаться, да, через термическую обработку, от тех, какие мы будем употреблять в сыром виде, это тоже очень важный принцип. Мы отделяем сырое от приготовленного. Одна, вот я люблю этот пример приводить, самая такая хорошая классическая ошибка, нарушение этого принципа, когда мы готовим шашлык, мы его маринуем, сырое мясо, потом мы его, значит, мы шашлык приготовляем, да, на мангале, и перед подачей на стол мы для сочности поливаем вот этим сырым маринадом, в котором плавало сырое мясо, перед тем, как подать на стол этот шашлык. Ну, это грубейшее нарушение получается, что вот мы только что свели на нет весь тот, весь, естественно, комплекс мероприятий, да, всю ту термическую обработку, которой мы обезопасивали мясо. Потому что сырое мясо теоретически может содержать и просто ряд микроорганизмов, и в том числе могут быть и патогенные микроорганизмы. Они, конечно же, погибнут при разогревании, при жарении, выпекании там, варенье, но вот сейчас мы как бы вернули все назад. У хорошей хозяйки всегда на столе, на кухне должно быть несколько раздельных ножей и досок, и которые она должна как бы отделить. Вот многие, наверное, пользуются из вас цветовой индикацией, там разноцветные доски. Это уже на усмотрение каждого. На профессиональных пищеблоках, конечно, там это большие наборы, но дома хотя бы две доски должно быть для сырого и для готового. Или как минимум нужно, прежде чем начать нарезать сырой продукт, там свежие овощи, например, или фрукты, которые пойдут в салат, нужно эту доску промыть после того, как мы работали с сырыми, например, с сырым мясом или рыбой, или птицей. Третий принцип, ну, он понятный всем, да, тщательно разогреваем пищу. Тщательная тепловая обработка, особенно при приготовлении мяса, птицы, яиц и морепродуктов, она сводит на нет, в общем-то, присутствие всех живых микроорганизмов, существенно заменен для этих рост. Хотя, конечно, если продукты хранились неправильно и уже токсины успели накопиться, многие токсины, они термостабильны, то есть тепловая обработка ничего не сделает, ничего не сделает этим продуктом. Отдельный вопрос про микроиспользование микроволновых печей, конечно, она может быть не так эффективна в отношении обеззараживания, как классические методы подогревания. И если мы используем микроволновую печь, то нам надо убедиться, что продукт прогрелся во всей своей толще. Для этого даже иногда используются специальные такие термощупы, которые погружают внутрь толщи мяса или птицы и смотрят, какая температура внутри. Это иногда и в кулинарном смысле тоже нужно. Вот как я уже говорил, что даже если мы всех микробов убьем термически, но если они успели напроизводить своих токсинов, тогда продукция все равно остается непригодной для пищи, небезопасной. Даже в холодильнике все имеет свой срок годности. Срок годности устанавливается самим производителем, и после истечения этих сроков годности производитель не гарантирует никакой безопасности данного продукта для здоровья человека. Притом это могут быть как и химические какие-то изменения внутри продукта, так и его биологические свойства. То есть я имею в виду, что может быть какое-то микробное загрязнение после истечения срока годности. Ну и пятый принцип, наверное, даже самый главный принцип, что вот как бы мы не защищали свою кухню, как бы ее не мыли, не разделяли потоки, неправильно разогревали или там, допустим, правильно хранили, все это не имело бы никакого значения, если бы мы изначально не приобретали продукты безопасные и качественные. Поэтому главный здесь принцип – это приобретение продукта только в установленных местах торговли. У нас в стране очень жесткое законодательство, касающееся именно как минимум параметров безопасности. Вот все те страшные вещи, которые я показывал в самом начале, пестициды, агрохимикаты, акриламид, содержание этих самых токсинов, афлотоксинов, узариотоксинов, зерленона и прочих, и прочих. Вот все это достаточно жестко контролируется. У нас есть лабораторные методики, и каждый производитель, и в рамках производственного контроля, постоянный лабораторный контроль, и таможенный контроль, и фитосанитарный контроль применяется. Поэтому когда мы приобретаем продукты с рук, то есть у каких-то таких самохозяйственников, которые, конечно же, никак ее не проверяют, мы не знаем, в каких условиях она там выращивалась, какие использовались дополнительные подкорки. И вот, грубо говоря, мы покупаем кота в мешке, даже без какой-то маркировки. Мы не можем гарантировать, что там нет никакого химического или биологического загрязнения. Если мы говорим о безопасности, то в данном случае принцип такой, что специальные обработанные продукты, то есть промышленно изготовленные, они более безопасны, чем продукты как бы в естественном виде. Ну, например, молоко. Очень, конечно, это хорошо и приятно, когда мы пьем парное молоко из-под коровки, но только в том случае, если мы уверены в здоровье этого животного, потому что есть ряд инфекций и других возможных рисков, которые связаны с употреблением сырого молока. Поэтому если вы приобретаете сырое молоко, пусть даже там в установленном месте торговли, вы обязательно должны его, придя домой, прокипятить. Таким образом вы однозначно обезопасите себя от множества факторов. Если, конечно, это ваша корова или там соседская корова, и вы точно знаете, что она привита и содержится в чистоте ухода, и доверяете, то, да, конечно, приятно было бы выбрать сырое молоко. Но, опять же, если мы предполагаем поить или кормить детей или пожилых, то лучше предпочесть промышленное обработанное молоко. По пищевой ценности оно, в общем-то, примерно такое же, как и естественное. Здесь этот вопрос, он, ну, можно, конечно, начать дискутировать, но оно там нормализованное, восстановленное. И они, во-первых, бывают разные, эти молочные продукты. Но в целом, с точки зрения пищевой ценности, то безопасность для нас важнее. Обязательно мы моем все свежие фрукты и овощи, особенно если они употребляются в пищу сырыми, и не используем продукты после истечения сроков годности. Значит, ну и вот еще хотелось бы сказать, что, несмотря на ряд страхов, которые испытывают люди, часто боясь пищевых добавок, красителей, ароматизаторов, консервантов, ГМО, пальмовое масло, глютен или там, не знаю, дополнительные какие-то супер, какие-то технологии, какое-то не такое молоко коровы дают, поэтому нужно специальное молоко. Да, в общем-то, это на самом деле или чаще всего непонимание, или целенаправленный маркетинг, я бы сказал, недобросовестная реклама. Эти пищевые компоненты и пищевые угрозы, они не опасны, когда используются по назначению. Они тщательно зарегулированы. Ну вот на примере с генномодифицированными продуктами у нас, наверное, ничто так не изучалось подробно среди всех пищевых продуктов, нежели влияние, как бы, безопасности ГМО-продуктов на здоровье человека. То есть мы так хорошо не изучали, насколько безопасны традиционные продукты какие-то по сравнению с тем, как мы много изучали именно ГМО. Значит, там пищевые добавки, красители, ароматизаторы, консерванты – это в том числе и вопрос технического регулирования. Иногда под вот этой буковкой Е скрывается вполне себе естественный компонент. Ну, например, аскорбиновая кислота или глутамат. Ну, то есть что-то, имеющее естественную, в том числе биологическую природу. И поэтому с точки зрения, конечно, безопасности, как бы здесь нет таких рисков, которые нам рисуют некоторые недобросовестные рекламщики. Поэтому внимательно читаем этикетку. На каждой этикетке пищевых продуктов, ну, во-первых, все пищевые продукты, которые продаются, должны иметь какое-то обозначение. Даже если это весовые продукты, например, овощи, фрукты или ягоды, если на них нет этикетки, то вы имеете право ознакомиться с документами, которые подтверждят происхождение и безопасность этих продуктов прямо там вот на рынке. Да, если это какой-то там, извините, развал, то там тоже должны быть эти документы. Иначе торговать этим просто нельзя. Когда мы читаем этикетку, мы ищем там наименование производителя, сроки годности, условия хранения и пищевую ценность. И если есть какие-то подозрения или возникают какие-то вопросы, то всегда можно позвонить на бесплатную горячую линию Роспотребнадзора. Звонок бесплатный по всей России. Вот он на слайде есть и на сайте Роспотребнадзора. Всегда можно задать эти вопросы. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Призываю посетить на сайт нашего центра вопросы пищевой безопасности. Там разложены все подробно в разделе «Здоровое питание», потому что здоровое питание включает в себя вопросы безопасности обязательно. Также подписывайтесь на нас в социальных сетях, в телеграм-канал. И спасибо большое.